Всем добрый день! С вами сегодня Ксения Вядулинская. Я специалист-консультант по 11 документообороту. И сегодня мы с вами будем детально рассматривать с очень долгожданной темой, как казалось, с темой, которую вы давно хотели услышать, увидеть, это как именно работать в процессе и задаче в 11 документообороте. Как с ними работать, как настраивать. И больше сегодня расскажу и покажу. Что ж, у нас по плану. Посмотрим, из чего состоят процессы обработки документов. На примере создания нового процесса обработки будем смотреть, как, собственно, настраивать действия процессов, как назначать исполнителей, что такое условия маршрутизации и как они нам помогут. Узнаем то, что можно не только сотрудников ставить в исполнителей задачи, а и роли исполнителей, роли сотрудников. И также автоподстановки. Очень интересная тема с автоподстановками. Я думаю, что если ранее не сталкивались и не видели, или, в принципе, сейчас только начинаете рассматривать документооборот, как возможное решение для автоматизации у себя в организации, то я думаю, что вам как раз понравится. Посмотрим, как можно создавать процессы, в каком виде. Их у нас больше одного. И посмотрим, как же выглядит процесс именно со стороны того пользователя, кто выполняет задачи. Что он видит, и насколько отличается, скажем так, то, что видит, видим мы, допустим, когда настраиваем процессы, и тем, что видит пользователь, когда выполняет задачи по документам, с предметами и так далее. А также небольшим бонусом покажу, как именно в типовом варианте выглядят схемы процессов для документов по потокам. Для внутренних документов, для входящих и исходящих документов есть определенная типовая схема. Я думаю, если сейчас у вас стоит вопрос о том, чтобы начинать задумываться об шаблонизации видниц процессов, то пригодится информация именно по шаблонам процессов. Так, окей. Будем смотреть базу. Мы сегодня с вами будем смотреть именно на редакцию, на версию Core, не на Pro. Возможно, вы знаете, возможно, нет. В документе оборота есть две вариации версии. Версия Pro и версия Core. Версия Pro считается более упрощенной. Версия Core полнофункциональная. И отличие как раз будет касаться очень сильно ограничений по процессам. То есть в Core мы получаем полный функционал по работе с процессами. А в Pro мы тоже получаем доступ к пользованию процессами и задачами, плавноценно ими пользуемся. Но при этом есть отличия в уровне сложности процессов, которые мы можем автоматизировать. Я думаю, что в ходе вебинара, поймете, о чем я говорю. Так, базу. Мы будем смотреть. Тоже еще такой один момент. Мы будем с вами больше всего смотреть настройки именно процессов, шаблонов процессов под администратором. Почему? Потому что обычные пользователи... Давайте сейчас посмотрим. Вот у нас есть наша всеми любимая уже сотрудница, да, от демонстрационной базы Великанова. Пользователи видят не то, что видят администраторы или специалисты 1С, когда настраивают. Пользователи не видят вот этих крупных сложных схем, которые мы настраиваем. Пользователю нужно видеть перед собой конкретную задачу, которую ему нужно сделать. Иметь доступ к самому документу, к файлам и к краткой истории. Вот сейчас мы тоже, наверное, уже частично затронула эту тему, так давайте расскажу далее. Сейчас, ну, если вы видели, вот таким красивым образом у нас выглядит первая страничка, на которую мы заходим, когда запускаем базу 1С. И сразу же проваливаемся в задачи мне, чтобы посмотреть, что, собственно, сегодня мне нужно сделать, какие у меня задачи, посмотреть приоритеты, что нужно было сделать сейчас, что нужно было сделать уже на вчера и так далее. Все мы знаем. Все мы так иногда работаем и добываем такие задачи. Такой вот интерфейс довольно простой, здесь что бросается в глаза, да, то есть у нас есть список задач и у нас есть краткое окошко предпросмотра задачи, где мы можем тут впереди посмотреть, что же такие у меня задачи. То, что у меня есть на сегодня без описания и куда мне нужно акцентировать свое внимание. Как видите, здесь есть, там, если есть, то срок исполнения, описание задачи и предыдущие исполнители, их резолюция, их согласование, не согласование, замечание, комментарии. Они будут все здесь отображаться и ссылочка у нас идет на карточку документа, по которому у нас проходит процесс и непосредственно сразу можно, не переходя в карточку, открыть файл, если он прикреплен, конечно. Скажите вы, а как же, у нас только процесс может проходить в привязке к документу или к карточке или к чему-то-либо. Сразу скажу, что нет, процессы могут быть как с предметом в данном случае, вот у нас есть документ так и без, да, то есть мы можем обычно поручение раздавать, всем ставить, контролировать, как наше поручение исполнено. Но при этом и поручение, и задачи по документам у нас будут в одном списке. Этот список можно также есть типовые настроения по различной группировке, по типу задачи, по флажку и так далее. Вот таким вот образом можно сделать группировку. Это со стороны пользователей, да, то есть как пользователи будут работать с задачами, как их выполнять. Как вы видите, у нас есть различные и тиктовки задач, да, и, скажем так, действия, да, которые нам необходимо сделать. Где-то это утвердить, где-то исполнить, где-то ознакомиться. Что же это всё за такая каша? Давайте разберёмся. Под администратором зайдём в раздел управления процессами и в шаблоны процесса. Смотрите, здесь есть у нас определённое линейное, единичное, можно так называть, да, действие. Это исполнение, однокомление, поручение, рассмотрение, согласование, регистрация, подписание и приглашение. Вот эти действия, их можно сравнить, наверное, с такими вот блоками, да, из конструктора Лего. Каждый вот этот блок мы сами создаём, настраиваем, настраиваем внутри, согласующих, исполнителей и так далее. А затем эти блоки мы соединяем вместе, устраиваем друг на друга с различными, может быть, множеством разветвлений, условий и строим свой комплексный процесс для обработки документа. Понятно, что не все процессы должны быть сложными, но получается так, что у нас есть такое понятие, как, например, шаблонизация. То есть у нас есть наших там три юрлица, и наша организация от всех юрлиц заключает договоры с контрагентами, и у каждого юрлица как бы свой шаблон документа, правильно? Но при этом приблизительно по одинаковой схеме проходит процесс обработки для этих договоров. И, соответственно, вот эти отличия мы создаём комплексный процесс, указываем некоторые отличия, и система будет, скажем так, проверять условия и, отталкиваясь от них, уже маркетизировать договор к корректному исполнителю, получателю. Давайте, возможно, где-то сложно рассказываю, но я надеюсь, что далее будем только прояснять, а не осложнять. Давайте посмотрим на конкретные вот эти наши действия, из которых состоит комплексный процесс. Обычно все, когда говорят о действиях, почему-то сразу ассоциация с согласованием, хорошая ассоциация, давайте на ней будем смотреть. У нас здесь в демонстрационной базе уже указаны шаблоны, есть данные, и можем как раз поучиться посмотреть. Давайте откроем согласование, вот как раз договоры аренды оборудования. Что мы здесь видим? Это карточка для настройки шаблона, в данном случае, согласования, да, вот этого действия согласования. У каждого, кстати, действия есть тоже отличительные черты, некоторые будут в процессе рассказать. Что перед нами, что мы видим? Указываем на минование, ответственность за этот процесс. Здесь, кстати, тоже информация, которую обычно мы потом возвращаемся. Мы сначала настраиваем процесс, а затем уже назначаем его видом документов, шаблоном документов и так далее. Затем здесь по этой гиперссылке можно смотреть количество процессов, заполученных по этому шаблону. Тоже для контролинга больше или для, не знаю, исправления ошибок, возможно. Давайте посмотрим. Вот здесь у нас вкладочка, есть настройки процесса. Здесь у нас, мы с вами задаем основную информацию, которую будет видеть наш пользователь практически вот в окне выполнения задач. В данном случае у нас есть номинование согласовать договор. Здесь дополнительно мы можем добавить там четкое довольно описание, какие именно шаги нужно сделать, чтобы выполнить задачу, если она там сложная. Обычно, кстати, предлагаю всегда разделять сложные задачи, частично их пополнять, следовать еще на ползадачи и таким образом тоже устроить процесс. Процесс для того, чтобы для сотрудника, который является исполнителем, довольно было легко и просто контролировать себя, свои действия и выполнять задачи. Здесь у нас такое окошечко, где мы подбираем исполнителей. В данном случае согласующих для нашего процесса. То есть мы знаем, что у нас есть договор, и этот договор нам нужно, значит, изначально, наверное, согласовать. Ну, это к примеру, конечно же, с руководителем менеджера, с коммерческим директором, и затем, после того, как согласовано с руководителем и с коммерческим директором, например, у нас идет согласование у генерального директора. В данном случае у нас, как видите, здесь в правом углу направляйтесь им сразу. Ну, давайте посмотрим все опции и увидим, как можно настраивать смешанный порядок. Например, здесь логичнее всего было бы построить схему таким образом, что изначально, когда инициатор либо менеджер генерирует договоры, он уходит на согласование непосредственному руководителю, затем коммерческому директору, и только после согласования ими обоими у нас идет отправка на согласование к генеральному директору. Ну, понятно, что у каждой фирмы могут быть свои отличия, свои порядки, и здесь именно схема согласования, она, ну, как бы, больше рекомендованная, да, нежели чем стандартная или регламентированная. То есть, документ и оборот нам будут помогать именно автоматизировать работу в нашем предприятии, а не в каком-то роде препятствовать, так можно сказать. Здесь мы отражаем тот реальный ход событий, который должен происходить, и он будет правильным, и он должен быть применен к каждому договору. Здесь тоже, что интересно, у нас есть кнопочка «Использовать условия». То есть, как мы видим, некий Мишин получит задачу согласования вместе с Смирновым, только если сработает вот это условие. А вот это условие у нас есть, допустим, в документе указана большая сумма. Понятно, что это условие довольно нечеткое, оно ознакомительное скорее. То есть, мы можем прописывать в наших процессах условия срабатывания, условия генерации задачи на какого-то определенного пользователя или нескольких пользователей по условиям. То есть, если сумма договора большая, превышает 3000 евро, то необходимо дополнительно согласовывать еще с финансовыми директорами. Как видите, вот эти условия, они создаются довольно просто. Не нужно прописывать, здесь не нужно ничего, скажем так, вот слово есть такое «хардкодить», да, то есть не нужно дорабатывать саму конфигурацию ради того, чтобы сделать какое-то интересное свое условие, которое нужно именно нам. Здесь такое условие можно либо подобрать из существующих и создать в различных режимах. То есть, я могу создать свое правило, исходя из определенных реквизитов в карточке, как документа, так и процессы, задачи и так далее. Также, если, к сожалению, нет ничего, что нам подходит, мы можем позвать программиста и дописать вклад на встроенном языке. Но это не будет доработкой ни в коем случае, потому что делаем мы это в специально выгнанном месте и прописываем это условие, которое, видите, уже в окно, оно в пользовательском режиме. И таким образом здесь, ну, как бы не идет речи о доработке, это прописывается условие маршрутизации на встроенном языке. С помощью программиста, да, но в пользовательском режиме. Вот такая у нас история с документом оборотом. Такое возможно. И, скажем честно, это очень сильно облегчает именно обновление программ. Если вы понимаете, о чем говорю, то, что обычные доработки, которые делаются у нас внутри конфигурации самой, утяжеляют конфигурацию тем, что делают ее не типовой и затем могут обновления проходить довольно таковело. Но в нашем случае практически все, что мы можем придумать, можно прописать сностранным языком в вот таком режиме. И, конечно же, пользоваться обычными отборами и добавлять сфильтрайл. Условия, конечно же, мы с вами прописываем те, которые нам нужны. Любые можем прописать. И, соответственно, назначаем это условие в данном случае нашему согласующему. И в таком случае задача... Система будет смотреть. Система сгенерирует задачу для Смирнова, вместе с тем будет генерировать задачу для Мишина. Но при этом она проверяет. Ага, у Мишина у нас есть условия. Значит, документ должен быть более 3000 евро, чтобы задача смештивировалась на Мишина. Система смотрит в реквизит в договоре и смотрит, что там написано и сравнивает, это больше 3000 евро или меньше. Если больше, значит, будет у нас задача для Мишина. Если нет, то Мишин будет пропускаться. И в таком случае у нас получится, что один только Смирнов будет согласовывать договор первым этапом. И затем, после его согласования, документ уйдет на согласование Федорова. Конечно, если он согласован. Если документ не будет согласован, то он уйдет обратно на инициатора документа. Здесь у нас основное такое окно по работе с настройками именно действия. Как видите, здесь есть даже дополнительная опция. Давайте посмотрим еще быстренькая подкладочка. Здесь указывается, что является предметом процесса. Видимость этапов. То есть обычно у нас идет задача согласования для согласующего. С того, как согласующий согласовал, инициатору приходит задача ознакомиться с результатом согласования. Допустим, мы можем эту задачу отключить, если требуется. И также есть такая фича, как проверка. Проверка при выполнении задачи. То есть, если, допустим, мы в задаче указали... Вот, кстати, хороший пример. У нас при выполнении задачи согласования... Хотя, конечно, логично было бы делать с моей такой инициацией. Система будет проверять, запомнили ли реквизит, собственно, сумма договора. И приложены ли скан-коды оригинала. Здесь также вот эти проверки, их нужно дописывать вручную или выбирать из существующих, что очень тоже удобно. Но обычно знаю, что про это все будет. Таким вот образом у нас выглядит... У нас выглядит настройка действия. При этом хочу сказать, что карта действия, оно чем-то отличается. Вот мы только что смотрели с голосования. Давайте посмотрим краем базы на исполнение. Видите, здесь уже подготовлено. В принципе, такая же карточка настройки, но здесь у нас уже немножко по-другому все устроено. Также мы заполняем наименование задачи, описание, подбираем исполнителей. Но при этом также мы можем указать ответ на исполнителя. И у нас появляются вот такие интересные проверяющие и контролеры. Так, здесь мы также можем заполнить в шаблоне, можем заполнить... Можем ее заполнять, но обычно у нас считается так, что проверяющий, он ответственный за результат выполнения задачи, а контролер ответственный за выполнение задачи в срок. Поэтому вместе, скажем так, с отправкой, с маршрутизацией задачи данным исполнителям у нас будет генерироваться еще ее задача. Ну, например, для контролера это проконтролировать выполнение задачи. Это касается именно действия или исполнения. И таким же образом у нас предметы процесса, есть где-то различные этапы, о которых я рассказывала только что. Ну, такая же проверка. Понятно, что не все... Можно все использовать, можно все использовать сразу, но при этом, конечно же, нам нужно функционал использовать вот те требования, которые есть реально у вас. И отражать ими реальный ход событий, который у вас происходит в организации. Сейчас хочу рассказать еще про одну вещь, которая очень важна для нас. Речь идет об ролях исполнителей и об автоподстановках. Давайте посмотрим. Здесь мы открыли перечень ролей, которую мы можем добавлять в роли. И что такое роль? То есть на одну... Создаем роль и добавляем в эту роль исполнителей. Исполнители... В данном случае это исполнители данной роли. На примере секретаря. Допустим, у нас на предприятии работает один секретарь в один день, а второй секретарь на следующий день. И они работают посменно через день. Все бы хорошо, конечно. Но, а как же нам отразить в шаблоне процесса, по которому будут отрабатываться наши документы? Что сегодня у нас один секретарь, а завтра второй. Мы же не будем каждого сотрудника прописывать в процессе, в шаблоне процесса. В шаблоне процесса, например, для регистрации, обычно у нас оригинал присваивает на секретарь по согласованию и утверждению договора, например. Что в таком случае мы будем делать? Вот эту регистрацию мы заполним действие, заполним описание. И вот здесь, в поле «Кому», то есть «Исполнитель», мы укажем не конкретного пользователя, а как раз роль, роль секретаря. Что это нам дает? Это нам дает то, что у нас может быть хоть три секретаря, хоть десять. Если документ обрабатывается, там везде есть регистрация, мы настроили, что отправляется задача секретарю. Задача придет всем данным исполнителям на исполнение. И вот в нашем случае, когда пример посменной работы, это очень хорошо отрабатывает, потому что неважно, кто именно сейчас у нас занимается регистрацией, кто именно сейчас у нас в офисе работает, ему придет задача с регистрацией. И в чем тоже плюс? В том, что если вдруг работник уволился, а мы все процессы построили под работниками, указывали именно сотрудника конкретного в процессах на каком-то действии регистрации, например, получится, что у нас все документы, которые идут по этим маршрутам, они придут в негодность. Именно если мы указываем изначально, что действие выполняет роль, то мы можем с легкостью убрать одного сотрудника, добавить новый сотрудник сюда же. Например, с директором, роль директора. Это отрабатывает очень хорошо в том ключе, что мы добавляем самого директора на эту роль и плюс его, допустим, заместителя или помощника. И таким образом помощник видит все те задачи, которые приходят к директору и там, скажем так, либо пинает, либо директор поручает выполнение задач. Ну, тут уже, в принципе, море ковенения. И это для... У нас... Так. Окей, хорошо. Давайте еще посмотрим интересную фишку с автоподстановками. Возвращаемся в тот же шаблон согласования и смотрим, да, то есть здесь, как мы с нами и проговаривали, что, например, нужно первым делом согласовать договор с непосредственным руководителем инициатора, да, то есть там, менеджером. Но при этом только что мы проговорили то, что нельзя просто брать и указывать конечных сотрудников в системе, поскольку таким образом мы, скажем так, ключом трудозастраты по постоянному изменению процессов и так далее. Как же в таком случае поступить, чтобы система отрабатывала четко, логично и, скажем так, в некоторых случаях думала за нас? Хотя, наверное, в большинстве случаев мы и рассчитываем на то, что система, в данном случае это какой-то оборот, будет думать за нас генерировать задачи за нас. Один раз прописали шаблон процесса и затем, твердили его, и затем все документы определенного вида, да, они будут прогоняться и обрабатываться, согласовываться по одному и тому же шаблону. И ничего не будет пропущено, и будет, скажем так, отрабатываться и наш внутренний регламент, и все будет четко и проконтролировано. Так вот, с примером Смирнова. Вместо того, чтобы добавлять конкретного Смирнова, у нас может быть несколько подразделений, да, то есть у нас есть три подразделения, коммерческие службы, где под 10 менеджеров, у них есть три, скажем так, кервайзера, и необходимо, что, то есть, исходя из того, из какого подразделения менеджер, там у руководителя падал документ на согласование. Для этого у нас есть как раз автоподстановки. Автоподстановки это определенный алгоритм, который ищет, ну, не то, что ищет, а отрабатывает таким образом, что подставляет конкретного сотрудника по задным условиям. Например, автоподстановка, автор документ, то есть инициатор запустил документ, система знает, кто инициатор, потому что он указан в поле инициатора или подготовил. И на каком-то этапе согласования после одной цепочки нам нужно опять делать документ на доработку и вместо того, чтобы ставить конкретного сотрудника, конечно же, этого никто не будет делать, ставить конкретного сотрудника, мы ставим автора документа, чтобы этот шаблон был действительно шаблоном. Мы ставим автора документа, автора процесса, адресата документа, то есть здесь по реквизитам в предмете определяем. Также можем определять сотрудника, конкретного исполнителя по орг структуре. В данном случае я как раз и хочу рассказать об этом виде автоподстановок. Мы можем выбрать уже в типовом варианте. Пустая база, которая нам достается, здесь уже прописаны в право установки, и мы можем ими пользоваться. Мы можем выбрать либо там все подчиненные автора документа, для приказа, например, все коллеги, то есть сотрудники, которые находятся в одном подразделении с ответственным за документ. Все руководители автора документа. Допустим, у нас есть подразделение коммерческое, 10 менеджеров. В каждом подразделении три подразделения. И, скажем так, выше есть руководитель по направлению продаж, а еще выше у нас есть генеральный директор, допустим. Получится, что если менеджер такого подразделения запускает документ, и здесь автоподстановка все руководители автора документа, то речь идет именно о линейном, то есть супервайзер, коммерческий директор, генеральный. В данном случае у нас будет автоподстановка использоваться. Непосредственно руководитель автора документа. И Смирнова мы убираем, потому что нам нужно подготовить такой вот шаблон. Соответственно, выстраиваем здесь последовательность. Нишин. Нишин у нас, как мы с вами договаривались ранее, это финансовый директор. Здесь я могу порекомендовать создать роль финансового директора, где ту же роль может и выполнять его, замстить помощник или нескольких помощников. Или ответственность за согласование документов из финотела. Можно даже так сказать. Создаем роль, назначаем на роль исполнителя и ставим сюда. И таким же образом можно поступить с нашим генеральным директором, для которого уже предусмотрена роль. Это существенно упрощает сопровождение данных процессов и их обслуживания. В данном случае мы создали довольно хороший шаблон, к которому мы не вернемся точно, если кто-то в руку уволится. То есть мы вернемся скорее к ролям исполнителей. И сохраняем. Так, теперь давайте посмотрим, как из наших вот таких действий, блоков, да, можно построить комплексный процесс. Переходим в шаблоны комплексных процессов. И тоже одна вещь, которую я хотела рассказать, которая у нас тоже по плану идет. Каким образом мы настраиваем, ну в данном случае уже комплексный процесс. Как вы видели на примере исполнения, согласующих исполнителей задач мы добавляем построчно в виде таблицы. И таким же образом можно создавать комплексный процесс. В виде таблицы мы будем добавлять просто вот эти наши действия, да. По какому порядку и какие именно действия, с какими настройками мы хотим видеть. Но также можно настроить тот же самый комплексный процесс в виде схемы. Обычно применимо, если у нас идет много разветвлений и лучше всего визуализировать именно вот таким вот образом в виде схемы. Давайте рассмотрим, вот у нас хороший пример есть. Коррупционный контроль договора. Один вариант у нас выполнен в виде таблицы и второй тот же самый, только в виде схемы. Давайте посмотрим настройки процесса. Вот у нас есть наши действия. Поручение действий, затем действие согласования, затем действие ознакомления. Они все идут по порядку выполнения один за другим. Давайте провалимся в задачи и посмотрим, да. То есть здесь настраивается действие поручения. Здесь у нас уже привычный интерфейс, только окошко поменьше. То же самое, что мы с вами только что делали в шаблоне согласования. То есть выглядит форма одинаково и все, о чем мы говорили по каждому действию, оно актуально и идентично. Итак, добавляются действия вот таким вот образом. То есть мы можем как новый какой-то процесс создать, так и уже подтянуть создавший, ранее созданный. Если мы хотим других уже скомпоновать, которые уже есть у нас созданные, допустим, исполнения. Или же мы хотим что-то новое, что мы еще не делали и что будет существовать. То есть это действие будет существовать исключительно в комплекте, скажем так, в комплексе, внутри комплексного процесса. И здесь уже, как видите, привычный интерфейс для создания шаблона процессного действия. А теперь давайте посмотрим тот же самый процесс, только выполнен по-другому. В настройках процесса у нас есть только ламинование, да и описание. И вот здесь именно в схеме процесса на закладочке мы с вами рисуем нашу схему процесса. Есть обязательно старт, инициация и есть окончание. К сожалению, табак не подтягивается, но окей. И завершение. Вот эти прямоугольники, они обозначают действие. В данном случае действие исполнения с исполнителем Риппином. Действие согласования с ролью заключения по коррупционному контролю. Если мы провалимся, клики по прямоугольнику, мы провалимся как раз в форму действия, в настройке действия согласования. И, как видите, здесь вот он. Вот он у нас есть роль, но здесь, как видите, довольно нечетко указано, но окей. Таким вот образом мы можем визуализировать нашу схему. То есть не то, что визуализировать, а создавать ее исходя... Создавать процесс обработки из действий уже в готовом варианте в виде схемы. Кому-то так может быть легче и, в принципе, они применимы для различных вариантов. Схемы могут быть... Вот тоже второй пример у нас в базе очень хороший. Где у нас есть уже разветвление и параллельное выполнение задач. Мы видим сразу, да, что они выполняются параллельно, генерируются одновременно. И, соответственно, пока одна задача, допустим, Зеленец и Воронцова не выполнят оба своей задачи, тогда процесс уже только тогда пойдет дальше. Вот таким вот образом. И тоже можно проследить. То есть изначально у нас идет действие согласования с непосредственным руководителем, автором документа. Ну, то есть это предметная автоподстановка. И затем, после согласования, если отпуск, в данном случае, да, предмет согласован, то схема двигается в одном направлении. Если не согласован, то здесь мы, допустим, вот прописали такое условие, что просто завершается обработка. Для договоров, например, или для других документов, в принципе, мы можем там создавать свои такие циклы, да, то есть если не согласован, отправлять на доработку, опять согласование. И так далее. То есть вот тут это пример хороший, как можно реализовывать и создавать. То есть мы рисуем действие и выбираем, какого типа это действие будет. Вот это будет ознакомление, исполнение, согласование, подписание. И в зависимости от этого уже настраиваем сам процесс и его данные и, собственно, исполнителя. Давайте для примера запишем. Так, у нас будет подписание без ЭЦП. Ок. Хорошо. Здесь система сейчас нам скажет, перед тем, как мы попробуем даже сохранить такую схему, что у нас есть несоответствие. У нас есть действие, которое, в принципе, нигде не участвует. Такого быть не может. Система помогает нам, говорит о том, где у нас ошибки и так далее. То есть он недоступен для процессов, не пройдена проверка. Проверка не пройдет, если у нас будут такого рода ошибки. Какие именно ошибки? Смотрим, что у нас эта линия не присоединена ни к одному или инду схему. И, соответственно, с моделью тоже в него нельзя никак попасть. Вот так. Что ж, давайте запустим наш документ в обработку под администратором. И затем посмотрим, как выполняются задачи уже под непосредственными пользователями. И посмотрим, как это выглядит со стороны именно пользователя. Редактор субтитров А.Семкин.